здравствуйте друзья мы снова в москве в шоу-руме компании tc и сегодня вместе с артуром кулешовым здравствуйте друзья приветствую владимир мы дадим очередной инженерный ответ на дизайнерский вопрос и касается он этого замечательного предмета который называется tc one это необычный унитаз биде который не подключается к электричеству и конечно многих возникли вопросы после нашего обзора все ли с ним хорошо если он не подключается к электричеству у него нет каких-то функций у других моделей других компаний они есть и сегодня я выступлю от вашего лица и буду скептиком буду задавать неудобные вопросы артуру на он попробует объяснить давай попробуем да давай попробуем ну прежде всего некоторых моделях унитаза биде есть автоматический подъем крышки на у вас нет ну давай чтобы ответить на этот вопрос разберемся кому это нужно давай это нужно в первую очередь женщинам чтобы это делали мужчины в большинстве моделей которые представлены на рынке если не в подавляющем большинстве только поднимается крышка но не поднимается само сиденье да и правда таким образом мужчинам все равно приходится поднимать и делать эту итерацию несложную работу несложная работа это действительно правда и я помню что есть всего лишь одна модель который можно поднять электрическим образом само сиденье нажимая кнопочку да опять же выполняя какую-то дополнительную как ты говоришь операцию или операцию хорошо у очень многих производителей есть подогрев сиденье вашей модели нет но дело в том что крышка нашего унитаза она сделана из современного материала дюропласт его свойство таково что она принимает температуру окружающей среды или же температуру тела практически моментально в нашем понимании подогрев сиденье это избыточная опция которая не добавляет комфорта если использовать допустим дюропласт еще одна опция которая хвастается многие производители так называемая навигационная подсветка у вашего c1 такого опции нет зато у нас есть туалетный терминал tc люкс зато у нас есть его младший брат tc люкс мини панель смыва который обладает достаточно яркой настраиваемой подсветкой который обеспечит и навигационную подсветку и полный комфорт и радость от пользования да чудесно это правда а tc люкс кстати говоря мы рассказывали в одном из предыдущих выпусков инженерных ответов на дизайнерские вопросы если интересно то посмотреть потому что прибор действительно представляет большой интерес ну и еще одна функция которая есть у скажем так навороченных унитазов биде это функция удаления неприятных запахов и фильтрации воздуха когда мы ты рассказывал про tc ван ты особо обращал внимание на то что его можно устанавливать на нашу стандартную раму 9300 30 так ее знают монтажники и профессионалы дизайна поэтому чтобы удалять неприятные запахи ставьте наши обычные рамы воспользуйтесь опцией удаление неприятных запах установки смывного патрубка с вентиляционным фильтром и за 5000 рублей решить эту проблему но 5000 рублей это существенно дешевле чем какие-то электрические системы фильтра или устанавливать специализированную раму под унитаз функции беда или с крышкой функции беда замечательно дальше перейдем к функции собственно говоря беды во многих электрических моделях назовем их так есть возможность регулировки положения так называемой форсунки либо даже функция осцилляции то есть возвратно-поступательного движения этой форсунки у вас такого точно не владимир мы находимся в модном жека жека он ли давай пройдем по хотя бы 10 жителям которые здесь живут в этом очень дорогом жилом комплексе и спросим пользуются ли не функцией так осцилляции уверяю тебя нас если не побьют то не ответит ну ладно немножко ушел от ответа но предположим что действительно это не очень востребованная функция я вере не представляет сценарий когда я бы если серьезно учитывая наш интуитивное управление положение форсунки регулируется ручкой именно по ощущениям ходе за счет на пользователь по большом счету за счет набора поэтому нужна ли эта функция когда все достаточно просто хорошо тогда следующий вопрос тоже отчасти связанные с предыдущим в электрических моделях есть возможность предустановки каких-то любимых скажем так настроек на два на четыре пользователя вот чем ты ответишь на эти аргументы тем же самым у нас две ручки слева и справа одна регулирует температуру за счет термостата настроек термостата другая регулирует расположение форсунки для омовения той или иной части за счет напора воды какие могут быть настройки при такой простой конфигурации ну в общем справедливо хорошо и последний вопрос который может прозвучать в вашей модели унитаза беды отсутствует фен расскажу такую историю когда мы в т.ц. готовили к выпуску унитаз т.ц. в этом экспертном мнению принимали участие сотрудники т.ц. 9 из 10 не досидели до конца до конца работы фена поэтому мы считаем что это избыточная функция по большому счету в тех аппаратах которых она присутствует она не пользуется спросом ну и соответственно вы просто переплачиваете здесь я абсолютно точно соглашусь потому что в электрических моделях которыми я пользовался везде был фен и вот абсолютно правильно сказал я не досижу до конца сеанса ну что ж ладно спасибо справился да мне кажется друзья я надеюсь что и вы теперь развеяли какие-то свои сомнения с помощью этих ответов ну и оставайтесь с нами мы еще с артуром ответим на какой-нибудь дизайнерский вопрос с инженерной точки зрения и сегодня вместе с артуром кулешовым это необычный унитаз биде то есть унитаз биде который не подключается к воде что воде не подключается к воде и и и и